Огонь Химия была моей первой любовью, но, как говорится, любят одних, а женятся на других. Я выбрал историю. Меня всегда интересовали вопросы происхождения человечества. Где была та грань, которая окончательно отделила человека от своих животных предков? Я отвечаю – овладение огнем. Огонь дал нам тепло, свет и вкусную еду. Огонь помог плавить металлы, создавать строительные материалы для наших домов и синтезировать новые вещества. Огонь был началом нашей цивилизации. И не станет ли он ее концом? Будет ли это огонь библейского Армагеддона или ядерной войны? Кто-то считает, что это будет огонь теплоэлектростанций, выбрасывающих в атмосферу миллионы тонн углекислого газа и вызывающих глобальное потепление. Кстати, знаете, сколько в воздухе вообще углекислого газа? В процентном соотношении. 5%? 10%? Больше? А, всего 0,03%. 0,03%. Всегда мечтал встретить старость в кресле-качалке перед камином. Плед, бокал хорошего бренди, томик стихов Петрарки и пара мастифов в ногах. Но пока еще относительно молод, сижу перед простой печкой и пью самодельное вино. Историю своей жизни я расскажу как-нибудь в следующий раз. А сейчас познакомлю вас с моей молчаливой подружкой. Здесь бродит молодое вино. Скоро оно дозреет, будет разлито по бутылкам с этикеткой слезы маленькой Греты. А потом выпито, как и его предшественник. Вы спросите, а зачем перчатка? Чтобы не было доступа кислорода. Вино сбраживается, потому что дрожжи перерабатывают сахар в спирт. При этом выделяется углекислый газ. Из-за этого перчатка раздувается. Если сдуется, значит брожение закончилось, а дрожжи погибли. Почему погибнут? Отравят своим же спиртом и себя, и свою экосистему. Типа как люди мусором свою планету. Ладно, за дрожжи. Не чокайся. Слышали, что в Западной Европе творится? Сегодня в новостях числа про ураган со стороны Атлантики. Десятки городов пострадали. Ну да ладно, мы далеко. До нас не докатится. Я в свое время три года прожил в тех краях. А именно в Германии, на границе с Голландией. Сравнивая жизнь там и здесь, в России, могу сказать, что принципиальное отличие только одно. В Европе люди больше заботчат вопросами экологии. Всех своих граждан одели, накормили, построили классные дороги. Теперь спасают ежиков в лесах и требуют закрытия угольных шагов. На первый план выходит контроль над выбросами углекислого газа и борьба против глобального потепления. Я всегда был далек от этого, но однажды задумался. Если углекислого газа в атмосфере так мало, всего 0,03%, ну будет чуть больше, в чем проблема-то? Дело в том, что углекислый газ пропускает солнечный свет, но задерживает тепловое излучение от Земли. Работает в роли парниковой пленки, поэтому его и называют парниковым газом. Если бы не он, то средняя температура на нашей планете была бы минус 18 градусов. Чем больше углекислого газа в атмосфере, тем выше температура. В истории Земли были эпохи, когда углекислого газа было много больше, и значит было гораздо теплее, чем сейчас. И возможно были, как результат этого, ужасные природные катаклизмы, которые нам даже трудно себе вообразить. Но тогда не было людей, которые могли из-за этого пострадать. Сейчас же гораздо меньше стихийные бедствия, вызванные дальнейшим, а главное резким увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере, могут быть фатальными для человечества. Я говорю про наводнения, засухи, тайкуны, ураганы. Ого! В Москве хулия. К нам идет. Да пофиг. Не первый раз уже. История климата Земли увлекла меня и прояснила многие экологические, экономические и политические аспекты современной человеческой истории, о которых я тоже когда-нибудь расскажу подробнее. Оказывается, за сотни миллионов лет в процессе фотосинтеза растения переработали почти весь углекислый газ в атмосфере, кислород, в котором мы дышим, и в углеродное соединение, целлюлозу и фруктозу, из которых, собственно, растения и состоят. За миллионы лет отмершие растения превратились в каменный уголь, нефть и газ и были погребены в земле. Это значит, что почти весь атмосферный углерод в виде углеводородных соединений оказался навечно захоронен в глубине земли. Сам он обратно в атмосферу вернуться уже не мог. Если бы не появился кто-то, то смог бы это сделать. По всему растительному миру пришел бы конец. Деревьям необходим углекислый газ. И тогда на сцене, внимание, появляются люди. Вы когда-нибудь задумывались, почему человек голый? Если человека создал Бог, почему он мишку, медведя и зайчика с лисичкой одел в шубу, а человека нет? Мех закончился в магазине. Если не создатель, а эволюция, то тем более непонятно, ведь часто были летниковые периоды, и мы должны быть самые волосодорцы. А так мы голые, и вынуждены строить свой искусственный мир, дома, одежду. А причина одна. Чтобы выжить, мы должны были овладеть огнем. Мы стали обогревать свое жилье сначала с помощью дров, потом стали добывать каменный уголь, и с помощью него стали производить еще больше углекислого газа. Потом решили усилить свои мускулы и создали транспорт, энергией которому служили нефть и газ. В результате этого в атмосферу вернулось гигантское количество углекислого газа, и темпы выбросов увеличиваются с каждым годом. Так люди послужили последним и самым важным звеном в круговороте углерода в природе. Возможно, в этом и заключается миссия человечества. Выгрыжьте на жизнь! Я, конечно, не способен к фотосинтезу, но свет мне нужен. Так, здесь все в порядке. Гляну, что снаружи. Какого черта где веранда? Позвоню, узнаю, в чем дело. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Попробую по другому номеру. Ну, друг-то должен ответить. Абонент временно недоступен. Что, интернета нет? Буря мглою небо кроет Вихри снежные крутя. Наша ветхая лачушка И печальна, и темна. Выпьем, добрая подружка. Сердцу будет веселей. Вспомни песню. Как девица За водой поутру шла. А в эфире тишина. А в эфире тишина. Ну, вот и все. Пора спать. Пора спать. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok